Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждается новая редакция правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. Чтобы обсудить основные нововведения, корреспондент программы «Днями» Сергей Пеклин встретился с первым проректором МГУ имени Аркадия Кулешова, доктором исторических наук, профессором Дмитрием Лавриновичем. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какое из нововведений в правилах приема, на ваш взгляд, самое актуальное на сегодняшний день? Я бы выделил два нововведения. Первое – это университетские олимпиады, которые позволяют победителям этих олимпиад поступать в ВУЗ уже в марте месяца текущего года. То есть без вступительных испытаний и определиться со специальностью еще до окончания школы. И второе важное нововведение – это внутренний экзамен для тех абитуриентов, которые собираются поступать на целевую подготовку. Вот они также, сдав внутренний экзамен в ВУЗе, зачисляются без дальнейших вступительных испытаний. Сохранение какого принципа в вступительной кампании вы считаете наиболее важным? Я бы не сказал, что произошли какие-то кардинальные изменения. Те нововведения, которые были сделаны, они были направлены на то, чтобы мы могли увидеть абитуриента. Мы и раньше видели детей, потому что творческие экзамены мы принимали на специальности профиль журналистика, литература, физическая культура. Сейчас такая возможность появляется еще благодаря тому, что мы увидим абитуриентов на олимпиадах. Вот раньше это были олимпиады только областного этапа, республиканского этапа, а сейчас это олимпиады, которые проводятся в нашем университете. Вот на сегодняшний день к нам зарегистрировалось уже более 350 абитуриентов. Кроме того, и целевой экзамен внутренний мы будем проводить в устной форме, что тоже позволит нам воочию посмотреть на абитуриента. Самое ценное то, что и сами дети, поскольку многоуровневая получает вступительная компания, они получают лучшую возможность ознакомиться с будущими специальностями, с ВУЗом, ну и более четко определиться со своей будущей судьбой. Централизованный экзамен немножко разгружает выпускника, поскольку, скажем так, ему не надо будет уже сдавать большой перечень централизованного тестирования. Централизованный экзамен – это одновременно и экзамен за среднюю школу, и одновременно его итоги засчитываются для поступления в университет. Будущий абитуриент таким образом, еще школьник, сдает централизованный экзамен обязательный. Вот второй централизованный экзамен – это по выбору, и потом ему остается сдать для поступления только одно ЦТ. Вы уже затронули университетские олимпиады, давайте поговорим немного детальнее. Ведь говорят, что университетские олимпиады, они выгодны как университету, так и студенту. В чем эта выгода? Выгода – то, что мы проводим олимпиады, уже у нас регистрация началась с 1 декабря. Полтора месяца мы регистрируем, работаем с абитуриентами, создаем базу данных. Затем в конце января у нас проводится первый онлайн-тур, и очный тур, итоговый, заключительно проводится в феврале месяце. В марте месяце по итогам олимпиады, согласно новым правилам приема, мы получили право зачислять победителей, 40% победителей этих олимпиад, на обучение к нам в ВУЗ. Плюс школьников, то, что они уже в марте месяце, по сути дела, могут стать студентами нашего университета, еще до окончания школы. Вот это как бы скомтакт, ну, с одной стороны, и нам позволяет, это гарантирует нам скомтакт, то, что мы отбираем лучших студентов для обучения в нашем ВУЗе. Вот эти дети будут обучаться в областном центре, они не уедут в столицу, и потом по распределению, соответственно, скомтакт будет работать в нашей области. То есть мы сохраняем кадры для своего региона. Как изменятся правила приема для целевиков, и насколько расширится количество этих мест? Сейчас мы проводим внутренний экзамен для целевиков. Вот те, кто сдаст этот экзамен, они фактически так же становятся нашими студентами. То есть им потом уже не обязательно будет сдавать СТ. Вот, важно еще и то, что договор на целевую подготовку сейчас могут заключать с абитуриентами любые организации. Вот, если раньше это была организация только расположена в сельской местности, либо на территории, которая пострадала товарей на Чернобыльской атомной электростанции, то теперь это могут быть и организации из любого района, города, областного центра, столицы. Ну и тем самым скомтакт закрывается очень важный вопрос для государства. Это именно целевая подготовка специалистов. То есть именно по тем специальностям, которые реально нужны обществу. А сейчас немножечко информации для будущих абитуриентов, которые собираются выбрать университет имени Аркадия Кулешова. По каким специальностям будет произведен набор? Из таких вот интересных специальностей я выделил бы специальность программного обеспечения информационной деятельности. Вот, это специальность очень актуальная, важная для молодых людей, популярная. Вот, но еще раз хочу подчеркнуть, что мы являемся классическим университетом, поэтому те специальности ПЭД-профиля, которые для нас традиционны, вот, они очень важны, но мы этим не исчерпываемся. То есть мы готовим специалистов гораздо более широкого профиля. Вот, в том числе и специалистов в сфере экономики. У нас ряд новых специальностей, включая экономическую информатику. Специальность медико-биологическое дело. Специальность, которая касается инклюзивного образования. Особенностью этой специальности является то, что студенты будут обучаться не 4, а 5 лет и будут получать степень магистра наук по обучению. То есть это тоже одна из привлекательных специальностей. А в перспективе есть какие-то новые специальности? Ну вот, сейчас мы работаем над открытием специальности, посвященной тренерскому делу, тренерской работе на факультете физическое воспитание. Также прорабатываются специальности, новые специальности для факультета математики и сознания, факультета экономики и права. Связаны как раз таки и с компьютеризацией, цифровизацией тех процессов, которые происходят в науке, образовательной сфере, экономике. То есть мы идем в ногу со временем. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, за беседу.